Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Большую часть времени ощущаю подавленность у меня диагностированная психотерапевтом депрессия. Понимаете, депрессионный порядка четырёх лет. Маленький дозит позволяет бить на половую ровно. Понимаюсь тем, что знаю и люблю. Но, конечно, не без ощущения, что я могла бы больше, что не использую свой потенциал. Так и помру. Личность я разносторонняя, не глупая, возможно, в этом и кроется проблема. Сейчас ещё 28 исполнилось, всё это конец. Я хотел бы быть лёгкой, хотел бы быть лёгкой, порыхать как бабочка, но считать о том, чтобы удачно выйти замуж, чтобы мои желания были простыми. Ну вы поняли. Не задаваться вопросами реализации и т.д. Когда я смотрю на какую-то ситуацию, то вижу её окончание. Я не начинаю собственный проект, становится уверенно, что он ничего не выйдет. Или у меня просто нет эмоционального всплеска, я по сути угасну. Хотя я очень сильно, как мне кажется, осознанно. Я сканирую людей, я вижу счастливую пару. Первая моя мысль идеально не бывает, кто-то изменяет. Был такой болезненный опыт предательства, а теперь вообще кризис веры. Что попытки с кем-то что-то строить тщетные, зачем кому-то доверять, просчитывая ходы. То есть какая-то гарантия не упасть на дно. Моё состояние, это по прямой ровно. Бывает эйфория, радость от событий, но после основы своей подавленности. Понимаю, что только препараты без психолога не дали результата за это время, я не дали дико себя накручиваю из-за того, что могу плохо себя чувствовать. Сейчас что-то случится, я основная сторона. Всё, я не смогу держаться, всё под контролем. То есть я понимаю абсолютно некоторых вещей, если бы помогало другому. Ну, я ворюсь в этом день от дня. У меня устало, не знаю, как выстроить план на жизнь дальше, как четко расписать то, что вот это я сделал, и я молодец. Я не знаю, как продать одну форму, конкретику, если надо расписать что-то в тетраду. Вот. Ну, эээ, что здесь хочется сказать. Эээ, у вас здесь, наверное, несколько моментов. Эээ, первый момент. Значит, вы пишите, что у вас диагностированная депрессия, да? И что вы принимаете препараты антидепрессантом. Значит, депрессия – это подавленное чувство. То есть человек себя подавляет. Соответственно, эээ, на мой взгляд, у вас сейчас отсутствует опыт, эээ, ну, выражения своих чувств, да? Получение на этой обратной связи. Плюс, эээ, вы, эээ, за счет своего контроля, эээ, не взаимодействуете ими с, эээ, людьми. Вы взаимодействуете в основном интеллектом. Вот. То есть тут я бы вот сделал упор на, просто, вот, ну, обращение внимания на свою, эээ, чувственную сферу. То есть все может быть не так, эээ, как вы описываете, эээ, если уделять внимание своим чувствам. Дальше. Эээ, так, занимаюсь тем, что знаю и люблю, но не без ощущения, что могла бы больше. А вот здесь про требования к себе. То есть, ну, так же можно любому человеку сказать, про любого человека, что он мог бы больше. Вот. Вопрос в том, откуда это? То есть, ну, если вы чувствуете, что можете больше, вы делаете больше. Если вы не делаете больше, значит, вам тяжело. А то, что вы можете больше, так это любой человек может больше. Вопрос в цене. Какова цена? Что не используя свой потенциал, так и сам руку. Опять же, здесь как бы про требования, с одной стороны и с другой стороны, мы говорим про восприятие потенциал. То есть, потенциалы это что? Это что такое потенциал? Вот можно потенциалом назвать талант. Да? Что вот у человека есть к чему-то талант, и поэтому, и поэтому у него есть потенциал. Но наличие таланта и, следовательно, потенциала, совершенно не означает, что человек должен это реализовывать. Ну вот, не означает. У вас же история про то, что если у меня есть потенциал, а он у меня есть, то я обязательно должна его реализовать. Именно что должна. Личность я разносторонняя, не глупая, возможно, в этом и кроется проблема. Ну, если в всём и кроется проблема, то в доминировании интеллектом. Сейчас ещё двадцать восемь и вспомнил всё, это конец. Это следственные требования, то есть. Ну, это история про то, что там до тридцати надо выйти замуж, там, тапфу. Я бы хотел быть лёгкой, порхать как бабочка, мечтать о том, чтобы удачно выйти замуж, чтобы мои желания были простыми. Здесь, я бы сказал, вы скучаете по импульсивности, вы скучаете по какой-то стандарности. И это нормально, потому что вы свою жизнь организовали очень схематично, судя по тому, что вы описываете. Вы скучаете по детскому такому поведению. А детское поведение это чувства. А чувства вы подавляете. Подавляют. А это с одной стороны. С другой стороны, есть сфера ваших интересов, которая тоже может быть глубокой, а может быть нет. Да? То есть, глубина интересов у людей разница. То есть, я бы не хотел высасывать из пальца, конечно. Но, на мой взгляд, как-то вы дегоститесь от своих интересов, как будто бы. То есть, вам это вроде бы нравится, вас это вроде бы привлекает. Но, все равно, вы чувствуете себя здесь не свободно и, возможно, потому что, ну, вероятно, опять же, требуете от себя как-то с этим обращаться. То есть, если я чем-то занимаюсь, например, то я должна обязательно делать это хорошо. Дальше. Когда я смотрю на какую-то ситуацию, вижу ее окончание. Ну, вы проецируете. Я не начинаю собственный проект, потому что уверена, что ничего не выйдет. Ну, это правда. Может и ничего не выйдет. А разве собственный проект стоит начинать только если что-то выйдет? Или у меня просто нет эмоционального всплеска, я по пути угасну. Ну, это на самом деле может быть так. Только чего-то плохого-то. Ну, угасните, займете другим чем-то. Хотя я очень сильный, как мне кажется осознанно. Не буду спорить. Возможно. Я сканирую людей, вижу счастливую пару. Первые мои мысли идеально не бывают. Кто-то кому-то изменяет. Был опыт болезненного предательства. Ну, это с одной стороны зависть, с другой стороны травматичность. То есть вы травмировались, ну, травмировались предательством. Вероятно, не прожили боль и так далее. Вот. Но, вы знаете, я по опыту могу сказать, что больше всего про предательство говорят люди, которые весьма требовательны к себе. Потому что это требовательность, она перескакивает на других людей. Людям, другим людям сложно с теми, кто требовательны. Вот. Они постоянно чувствуют давление и, соответственно, в итоге, ну, вот, делают то, что вы называете предательством. Хотя, по большому счету, здесь речь не про предательство, а про то, что, как бы, человек чувствует, что, ну, не соответствует, не дотягивает до ваших требований к себе. К нему, ну, к человеку, да. Дальше. Попытка с кем-то строить счет, не зачем кому-то доверять. Вот видите, опять, здесь интеллект работает. Доверие, это исключительно субъективная история. Я доверяю вам не потому, что вы, не знаю, надежный человек. Я доверяю вам потому, что хочу. Хочу чем-то поделиться. Хочу что-то вам показать. Хочу что-то раскрыть. Да? Как-то раскрыться перед вами. То есть, доверие, это исключительно субъективная история и только. Для вас же доверие, это, в соответствии, вашим, ну, ожиданиям, требованиям. Просчитываю ходы. Контроль. Это про контроль. Это про контроль. Страх потерять контроль, это невозможность для человека реагировать эмоционально. Так, есть какая-то гарантия не упасть на дно. Почему вы решили, что если вы перестанете контролировать, вы упадете на дно? Моё считание, это по прямой ровно бывает эйфория, радость, ослабительная после основы своей подобранности. Что говорит о том, что то, как вы живете, вам не нравится. Не устраивает вас. Так, дыка себя накручиваю из-за того, что могу плохо себя чувствовать. То есть, я не имею права болеть. Сейчас что-то случится, я останусь за дна, все, я не смогу держаться под контролем. Ну вы, у меня для вас не очень хорошая новость, вы уже не можете держаться под контролем. Вот. А контроль это иллюзия. Это первое. Это второе. Вот то, что вы пишете про одиночество, да, это вот история про непринятие себя. То есть, во мне что-то такое, что вот никто не примет. А чего такого-то у вас? Сами же говорите, что одностороннее, не глупое. Вот. Что у вас такого-то? То есть, я понимаю абсурдность некоторых вещей, если бы помогало другому, но варились в этом, где нет, а это нормально. Я устал, не знаю, как выстроить план на жизнь дальше. Никак. План на жизнь... План на жизнь... Сложно представить более бесполезную историю, чем план на жизнь. Потому что меняется все очень быстро. Каждый день. Как четко расписать, что вот это я сделал, и я молодец? Никак. Никак. Это тоже про контроль. Я не знаю, замечаете вы или нет. Как предать этому форму, конкретику, что надо расписать. Не надо. Вы хотите все пощупать. Вы хотите результат, гарантию. А это очень обедняет. Как-то так, как-то так, я бы сказал. Если в течение четырех лет вы не были у психотерапевта, то я рекомендую вам обратиться для корректирования лечения. Вот. И после, конечно, на... ну, желательно к психологу. Да. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. Вспомним ответ. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.